Денис, приветствую тебя на нашем очередном выпуске совместного анализа движения финансовых активов. В последнее время мы с тобой довольно неплохо, мне кажется, улавливаем тенденции, которые на площадках складываются. Это говорит о том, что все-таки держим руку на пульсе как с точки зрения техники, так и с точки зрения фундамента. О нефти очень много мы с тобой говорили в ходе прошлого. Они говорят все, потому что это тот актив, который бьет рекорды или, лучше сказать, антирекорды. Но действительно таких движений никогда еще не было и, кто знает, может уже и не будет. Если есть время у тебя там, если ты хочешь, если есть желание, можешь тоже как-то дополнительно прокомментировать ситуацию с нефтью, но я с точки зрения фундамента также могу чуть-чуть подзакинуть информацию. Тем более, что, опять же, после вчерашнего восстановления есть и фундаментальный фон, это решение Трампа, ну, фактически приказного характера топить иранские корабли. Уж не знаю, это совпадение, учитывая то, что их суда якобы были в опасной близости с военным контингентом США. Или это вот такой ход хитрый Трампа. Мы знаем то, что это человек твиттер, человек комментарий. Своими словесными интервенциями он оказывает серьезнейшее влияние на то, что происходит вообще на всех финансовых площадках. Совпадение это или нет? Ну, как только этот комментарий появился на рынке, все заговорили о росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке. И вот эта классика жанра Ближний Восток всегда соприкасается с темой роста котировок нефти. Ну, действительно, цены восстановились, хотя я, честно, не уверен, что этот рост может перерасти вот на таком фундаменте, который сложился раньше, в нечто большее. Если ты не против, я могу, в принципе, начать сегодня, раз уж я про нефть заговорил, а потом передам слово тебе. Да, без проблем, давай. Денис, тогда давай. Демонстрацию. Одну секундочку. Да, экрана была. Супер. Ну, вот про нефть я, в принципе, сказал. Я считаю, что если и был какой-то потенциал рост у рынка и бренда и WTI, то, возможно, он уже отработался. Даже с точки зрения техники здесь мы видим то, что удалились мы в скользящую среднюю. Я использую 137-й период, проверено на опыте, что этот уровень работает. Ну, и, в принципе, разворот котировок, который мы видим сейчас, он, ну, тоже либо это совпадение, либо это еще одно доказательство того, что уровень стоящий. Сейчас признаю, что, может быть, тот потенциал, который можно было выжать из-за снижения, он уже выжит. И повторный перезаход, например, в короткие позиции, это то, что сопряжено с большим риском, потому что, ну да, после такого снижения рынок уже должен начать восстанавливаться. Тем более, что мы все верим в прекрасное будущее для мировой экономики, в снятие карантинных мер и так далее. Перезапуска предприятий, экономика в целом, возобновление полетов, это спрос на, собственно, авиационное топливо и толчок для кассировок. Я в это тоже верю, безусловно. Но считаю, что вряд ли этот разворот может произойти вот в ближайшие несколько недель. Поэтому до тех пор, пока не вступило в силу соглашения ОПЕК, по-прежнему это 1 мая, я не верю в него, поскольку считаю, что сокращение добычи на 9,7 миллиона этого недостаточно. Но вот с 1 мая на рынке будет хоть какой-то позитив фундаментального характера, который, возможно, будет способствовать изменению рыночных настроений. Поэтому, в целом, те, кто держит короткие позиции на основании моих прошлых рекомендаций, я, в принципе, их советую пока еще и удерживаю. Сегодня, Денис, с твоего позволения, давай посмотрим на евро против доллара и на фунт против доллара. В данном случае… Да, супер. Тем более, у меня тоже интересные моменты по ним есть. Хотел бы тоже… Супер. Ну, спросите, фундамент. Я думаю, ты понимаешь, почему я выбрал эти активы, потому что они… Естественно. Особенно, да, в преддверии. Сегодня они фундаментальные герои. По сути, вот по евро-доллару буквально через несколько минут мы ждем отчет по производственной активности по Германии. Потом, спустя полчаса, выйдет отчет производственной активности по еврозоне. Ну, в целом, по фундаменту европейскому я тоже уже много раз говорил. Я считаю, что Европа может быть на передовой всех этих глобальных рисков от пандемии. Ну, и, конечно же, все это выливается в слабость вот этих ключевых секторов по европейской экономике. Поэтому ты прогнозируешь спад от 15 до 20 процентов в этом квартале и около 10 процентов там по итогам 2020 года. Сегодня, опять же, я ставлю на статистику на исключительно слабые цифры. Возможно, мы увидим рекордные минимумы. Ну, осталось ждать недолго. В принципе, я думаю, что уже скоро мы в этом сможем убедиться. Еще одно важное событие европейского масштаба – это встреча глав еврозоны. В принципе, это встреча формата всего сегодняшнего дня. Я думаю, что по ходу торговой сессии будут появляться какие-то комментарии. Центральный вопрос, который будут обсуждать, ну, это понятно, что из-за кризиса – это необходимость согласовать новые меры экономической поддержки. Поэтому цифры, объемы вот этих дополнительных вливаний, ликвидности, они могут диапазон варьировать там от 500 миллиардов до 1 триллиона евро. Но даже если мы увидим, как, знаешь, молния сообщения, что главы еврогруппы согласовали доп. на финансовую помощь на 1 триллион евро, я считаю, что этого все равно будет недостаточно, чтобы как-либо повлиять в ближайшее время на динамику евро позитивно. Поэтому в целом я по евро смотрю только вниз. Сегодня, кстати, еще и заявки на пособие по безработице, классический отчет по штатам. В случае выхода плохих цифр, а сегодня нас ожидает рекорд, там по прогнозу больше 16 миллионов обращений. То есть в совокупности количество безработных за месяц и 10 дней в штатах увеличится больше, чем на 30 миллионов. Короче, я жду поддержки для доллара в связи с его свойствами как защитного актива и дополнительное давление должно проявиться в динамике евро. Цель, мы с тобой как-то либо в этот вторник, либо на прошлой неделе, я помню, ты предлагал посматривать, опять же, назначение в районе 1.07. Ну я потом, да, я покажу, какой конкретно уровень. Супер. Вот я, опять же, ориентируюсь примерно на такие же уровни, но ближайшая цель это чуть подальше, у меня 1.06, я предлагаю, опять же, посматривать туда. И по фунту сегодня также очень важный день, поскольку сегодня в 11.30 по московскому времени выйдут два отчета от производственной активности и сферы услуга. Ну, производственную активность можно опустить, сфера услуга поважнее, это более 80% экономического роста. Тоже ожидается рекордный спад, что вполне естественно и логично. Тенденции точно такие же, как и в рамках еврозоны, то есть негативное влияние пандемии, не сам факт того, что пик еще не пройден. То есть все вот эти слабые цифры, они будут давать нам возможность поспекулировать на глубине экономического спада Англии. Мы это, собственно, и сделаем после того, как выйдет сегодня слабый отчет. И завтра, опять же, пресс-конференция Мишеля Вранье, в принципе, это пресс-конференция ЕС и Англии по вопросу Брекзита. Но поскольку в конструктивном толке, скажем, переговоры не велись из-за пандемии в последние 3-4 недели, я не жду какой-то поддержки от комментариев на пресс-конференции от Вранье. Поэтому даже больше скажу, что может быть интерпретация в плане распродаж, поскольку отсутствие прогресса сейчас — это негатив, поскольку все меньше времени до официального выхода из состава Англии, из состава ЕС. По фунту цели — это агрессивная цель 1.2050 и 1.20. То есть я рекомендую продавать прямо с текущих значений, в принципе, по евро-доллару то же самое. Денис, на этой ноте тогда передаю тебе слово. Так, хорошо. Сейчас сделаю показ рабочего стола. Отлично, меня уже видно. Ты начал как раз сегодняшнее свое выступление с нефти. Справедливости ради скажу, нефть меня на самом деле очень порадовала. Единственное, когда мы с тобой в прошлый раз поговорили, от 20-ки я благополучно избавился от этой сделки и очень быстро убрал, потому что меня, знаешь, как свербило, чувствовал что-то нехорошее. От 17-ти входил и потом еще добрал от 10-ти на самом падении и благополучно потом все это закрыл. Причем, в принципе, я доволен как-то. Единственное, только решили, я смотрю, компания Маркес решила проэкспирировать июньскую нефть заранее, за месяц, можно так сказать, потому что 19 мая должна была экспирация произойти. Поэтому перешли сразу на июльский контракт. Я так понял, что это связано с тем, чтобы котировки не уходили в отрицательную зону, потому что июльский контракт дороже. Это, по-моему, то ли на 7 баксов, что-то такое. В общем, за это отдельное спасибо. Очень в тему было. В целом, единственное, по нефти у меня разметка не здесь сделана, потому что сейчас размещать июльский контракт неправильно, совершенно другие уровни, все совершенно другое. А на июньском я как-то чертил, это у себя на странице показывал, а там, в принципе, по этому сценарию не тут. Дело в том, что очень мощное накопление было сделано как раз выносной свечем. Вот я сейчас как раз загружаю АТАС, через него это можно будет посмотреть. И в целом я ожидаю отскок, как минимум, хотя бы на коррекцию. То есть я не утверждаю, что он там будет-не будет расти, потому что сейчас, мне кажется, торговать нефтью – это из серии, как играть русскую рулетку. То есть непонятно, повезет, не повезет, и, собственно, чем это закончится. Поэтому я для себя принял решение, как минимум, до конца апреля, это как минимум, я нефть вообще не трогаю. То есть с нее, в принципе, я уже появил частично, но больше желания, скажем, в нее лезть с такими рисками, с сопряженными, абсолютно мне не хочется. Вот, и мне как раз она подгрузилась уже, буквально пару слов по нефти скажу. Вот то, о чем я делал пост, то есть выносная свеча, которая с самым крупным объемом, это часовый график, если посмотреть объем на протяжении всего падения, который был еще вот с января месяца, это уже на секундочку 4 месяца практически полный, вот все движение вниз, 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 это пролонгированный каптракт сделал, чтобы все подгрузил. Самый такой жирный крупный объем у нас именно на вот этой свече самый последний. Ну, это не бывает совпадением, и я бы как раз показывал о том, что ЦУРАСУ уровень 2 уровня, это уровни тел кульминации так называемой, и когда цена выходит за эти диапазоны, это уже чаще всего означает, что у нас происходит уже смена тенденции. И в основном процентах 80 случаев происходит заход обратно в эту же зону и тестирование, то есть либо от верхней, либо от нижней границы нас все равно ждет коррекционный рост. Вот тут, в принципе, не так много и осталось, то есть, грубо говоря, там по июньскому контракту 19,5 запросто могут добить, поэтому, в принципе, нефть локально, я бы все-таки советовал, ну, даже от границы к кульминации долларов где-то 6,5 взять реально можно. Вот, ну, это такое, в рамках коррекции, потому что, опять-таки, обосновывая вот этой кульминации, такой объем за последние 4 месяца самый крупный, самый жирный, ну, он не пройдет бесследно, тем более с точным вливанием вот в самом низу, вот даже по профилю вида, то есть кто-то сидел лимиткой, очень аккуратно ждал, но я думаю, это инсайдеры как раз-таки были, чтобы на 6,5 так войти. Так, а вот теперь касательно евро, смотри, по евро я, на самом деле, тебя поддерживаю, и мы с тобой обсуждали во вторник, показал вот он этот уровень, 1,0880, таки не смогли закрепиться выше, то есть я говорил о том, что 4-часовая свеча, чтобы были лонговые тенденции, нужно, чтобы обязательно выше этого уровня закрепились, не сделали этого, то есть тенями раз, тенью два, тенью ударили, и в итоге отлетели вниз. Со вчера еще я как раз рекомендовал, сам не вошел, потому что меня не зацепило буквально, ну, сам видишь, то есть уровень А, 0,845, здесь у меня стояла лимитка, сейчас убрал, потому что не добили буквально вот 10 пунктов, к сожалению, потому что у меня привычка, я люблю ходить красиво, то есть от экстремумов, от уровней, а так в целом я тебя абсолютно поддерживаю в шортах, и как минимум вот он, 1,0635, вот сюда буду всю гранитель, если все-таки зацепят, либо же от ближайшей зоны, посмотрим, может быть придется чуть ниже ходить, но в целом я исключительно тоже именно на шортах рекомендую работать, потому что внизу здесь у нас нижние границы рынка, недельные, вот они месячные, и в принципе диапазон широкий, то есть от него, от сколько, да, я действительно ожидаю, но ни в коем случае не лимитом, здесь нужно будет смотреть непосредственно на реакцию. А так, в принципе, в рамках канала могут и 0,6, 0,5, 50, то есть вот он жирный этот диапазон, 0,635, 0,5, 35, 100-пунктовый диапазон большой, именно отсюда уже будем рассматривать возможность диалогов. Но так до этого онлый шорт, как говорится, поэтому я с тобой на все 100% согласен тут без каких-либо если. Касательно фунта, абсолютно та же самая у меня ситуация. Меня недавно критиковали как раз по поводу моего вебинара в понедельник, мол, ты же размечал там наверх, наверх, ой, все, ты лузер, лошара, ты все неправильно сделал и так далее. Ну, я тихо поражался этого. Объясню, почему. В том, что самое крупное ключевое накопление у вас действительно вот где оно находилось, то есть депо контрактный, ну, брать не будет. Он четко показывает, там где-то накопление было сделано. Пока цена его не пробила, на шорты я не рассматриваю. И это всегда дело только в том случае, когда есть уже для этого причины. То есть пробой накопления должен произойти, там каких-то важных значимых уровней, опорников, то есть конкретные факторы. До этого мы можем годачертить нашу линию куда угодно, то есть рынок вовсе ничего не обязан на этом делать. Я благополучно вышел по безубытку здесь, то есть, ну, ничем, по большому счету, ни риску, ни страдаю. И когда уже получили только проталкивание вниз, и даже видно на крупном объеме, где мы его получили, и пробили еще более воду, более крупные опоры, то тогда только у нас появилась вот такая зонка для продаж и дополнительный еще уровень от внутренней часовой зоны продавцов. И отсюда уже only short. Точно так же, как и по евро, я с тобой абсолютно не согласен. Первая цель находится чисто по экстремному беру, но мне кажется, он может не выстоять. В районе 21.70, вот приблизительно в этих краях. Более стратегически дальняя будет находиться у нас в районе 19.70, приблизительно в этих величинах. Почему? Потому что здесь у нас и жирные такие опорники находятся, и нижние границы рынка вот на следующую уже неделю тоже здесь. Вот, так что, в принципе, здесь у нас вторая цель, и здесь самая первая цель, я, наверное, ее отдельно вот так вот обозначу, чтобы видно было, в районе 21.70. Поэтому я с тобой полностью согласен. Единственное, только вот для входа с текущих, ну, блин, я жутко не люблю такие входы делать. Если говорить об откаты, то где-то 23.40. Отсюда еще, ну, более-менее можно войти. 23.40, 100 придется ставить в районе 40 пунктов, и тейк в данном случае, сейчас мы примерно посчитаем, у нас получится где-то 170. То есть, грубо говоря, 40 пунктов против 170, это 4 к 1, то есть, в принципе, работать можно с таким соотношением. Потому что дозонки, к сожалению, не добили. Может, добьют, может, не добьют, неизвестно. Ну, как минимум, там, до 23.40 очень аккуратно можно попробовать таким небольшой лотностью. Вот, поэтому я поддерживаю твою идею по поводу фунта. Та же самая картина, как видишь. Фунт вниз, евро вниз. Я еще сегодня успел пойти тут немножко по австралийцу тоже, шартануть. Ну, они с новозеландцем, в принципе, вместе ходят. Я думаю, что если начнет укрепляться бакс, то он, собственно, начнет укрепляться по всем фронтам. Поэтому, скажем, пока такая ситуация. И тем, кто просматривает мои вебинары по понедельнику, участвует в них, еще раз хочу напомнить. Ребята, если в понедельник был анализ один, а во вторник, например, какие-то уровни пробились, и ключевые накопили еще что-то, то анализ уже абсолютно другой. А то мне просто улыбает, как-то начинает смотреть. Ну, это всегда так, да. Это я тебе понимаю. Да, трех-пятидневный выпуск уже свежести, анализ, когда я уже давно себя даже подписчикам показал, в каких зон мы работаем в другую сторону. Они пишут, так, ты же показывал там лонг. Я говорю, я могу сегодня показывать лонг утром, вечером я уже буду в шорте находиться. Ну, потому что ситуация в динамике меняется, мне нужно тоже свое мнение уже под ситуацию подстраивать, и не сидеть как баран ждать, ну, а нет, я уже размечал лонг, будет только он. Нет, конечно, то есть всегда адаптируемся под ситуацию. И именно это я призываю делать абсолютно всех здравомыслящих трейдеров, адаптироваться всегда под ситуацию, а не торговать картинки прошлой давности. Спасибо тебе, Денис, за твою точку зрения. Хорошо, что они совпадают. Итоги подведем уже в следующий вторник, но я думаю, что итоги будут исключительно констатация прибыльных и результативных сделок. Прибыльные должны быть итоги, правильно. Хороших тебе выходных, тогда до встречи. Да, дружище, у тебя тоже отличных выходных. Отдыхайте, гуляйте, если вам это разрешено. Но аккуратно. Ну все, на связи. Счастливо.